Всем здрасте! Сейчас будет обзор посылки, заказанной в Гринмаме. Да, вот я тут, черти, сколько лет не заказывала, и тут мне пришел намыл такое письмо, вообще такое интересное, я сначала так офигела, думаю, что за спам такой интересный, или с кем это у меня такие отношения непонятные. Я говорю, нам нужно поговорить, и дальше, вы у нас там когда-то заказывали, то, сё, пятое, десятое, мы думали эти отношения навсегда, но они оказались не вечными, мы что-то не так сделали, или типа того, скажите нам, я думаю, что вам говорить, вы типа когда-то слушали мнение этих юзверей, типа, но тем не менее, вот вам код бонуса там на скидку. Я что-то так зашла, думаю, а у меня эти коды бонуса, насколько я их помню, все время как-то, ну, вообще пустое место было, и думаю, ну, получится, закажу, не получится, ну, значит, хрен с ним, как-то и не хотелось особо. Но, так как там были некоторые вещи, которые я как бы хотела попробовать, но минимальный заказ на бесплатную заставку полтора тысячи, у меня столько уже не набиралось от того, что мне хотелось, потому что там уже две трети, и того, что было, уже нет. Сейчас я как-нибудь это буду вскрывать, так, чтобы вам свой адрес не засветить. Хочу сказать, что в Углич раньше можно было еще до того, как сайт переехал года три назад, заказать на базу выдачи Озон. Я даже посылок оттуда забирала. Теперь в Углич нельзя заказать на базу выдачи Озон, только каким-то феериченским кюрьером, хрен знает за сколько, хрен знает когда, цена там вот такая вообще супер феерическая, или доставкой почты России. Почта России мне что-то обошлась 249, ну, грубо говоря, 250 рублей. То, что у них когда-то было, это цена вот в 2011 году, когда я первый заказ вообще делала. Когда, точнее, первый заказ вообще на мое имя забирала, на свое имя, на мой аккаунт забирала моя подружка в Москве, потому что что-то там было как-то напряжно с Угличем. Легче было в Москве забрать и мне привезти, чем в Углич доставить. А потом уже заказывала почту, и оно было 250 рублей доставка. Потом доставка стала 300 рублей, у них стало много негодует, типа с какого фига. Теперь у них стабильно так вот, сколько почта автоматом рассчитает, столько и есть. В общем, доставка 200, грубо говоря, если округлить копейки, 250 рублей. За сам заказ, по-моему, я что-то оплатила около 600 рублей, у меня там этот бонус на 500 рублей был, скидка, значит. Потом скидка по карте клиента 15%, которая у меня, тогда была какая-то другая карта, потом они эту карту закрылись, делали на всех карту клиента 5, 10, 15%. У меня вот уже она 15%, это как раз максимальная, но и вот у меня как-то там по скидкам-скидкам, и внезапно там хоть и писалось, что докиньте в корзину на 1000 рублей на сумму, и вот вам какой-то подарок, этот пара дарок, оказывается, тоже закинулся. В общем, сумма считается, потом в конце как-то очень по-чудному все это сделано. В итоге, в общем, если на 1000 набираешь, у меня где-то на 1000 с чем-то, но в итоге набралось, то можно оплатить частично бонусами часть заказа, можно получить еще при этом какой-то подарок за заказ, ну и, соответственно, вот это все будет. Бесплатная доставка, видимо, 1500, если ты не используешь эти бонусы. Сейчас мы это вскроем, у нас там дождик по нам идет. Я не знаю, вот ли его слышно, потому что я как бы еще не юзала записи отключения микрофона, который отключает за как бы снимающего. Но так как я сейчас орудую смартфоном, и снимающий сидит вот здесь, в общем, вот, кстати, нахуй глянуть, тут денег помечено, сколько они. В итоге, за доставку они сами платили 282 рубля и 20 копеек, то бишь слегка чуть больше, чем сайт, как бы, говорит. И теперь оно посылается не из Егорьевска, а из Люберцев. И, как я поняла, у них в очередной раз там сменилось что-то руководство, и уже тот менеджер, который когда-то был просто менеджером, теперь, видимо, администратор. Ну, это не суть. Как бы, сейчас мы узнаем, какой хотя бы там год стоит. В общем, как бы оно все так же упаковано, как и раньше. Да, ну, хоть я видно, это как, да, видно, видно. Ну, и что у нас тут? Я себе заказала. Тут, кстати, бумажка вкладывается, так же, как и раньше. Правда, раньше была такая двойная бумажка, там бонусы какие-то, еще что-то. Но эти бонусы уже сто лет как не есть. И тут у нас оплачено 26 сентября накладная GM 15732. Гринмама натуральная косметика, значит, оператор собака то-то-то ру. Изготавливается до сих пор в Егорьевске, но вот отправляется из Люберцев внезапно. Вот тут товара произвел такой-то человек, товар проверил, претензий к комплектации внешнего виду не имею, я такая-то. Хотя, вообще, вот такую бумажку вы давайте, что товар проверен. Товар проверяю я уже дома, как бы. Ну, интересно, конечно, сделано, ну да ладно. В общем, что хочу сказать, у меня тут 8 этих предметов на 1027 рублей 27 копеек. У них теперь стали тут внезапно копейки. Вообще, чудные такие. И бонусы у меня. Так, скидка, ну, в общем, по этим бонусам 654 рубля 9 копеек составила. И вот доставка как раз 256, 903, а больше, чем 250. Ну, 256, 93 рубля доставка. Я помню, что что-то как-то вот плюс-минус как-то так. Что у нас тут? Значит, подставка пробковая под чашку. У меня таких две подставки. Была одна у меня уже приказала долго жить, а одну у меня выпросила моя, как бы, подруга. Ну, из тех, которые подарки выпрашивают, а когда вот какая-нибудь, ну, и как у них проблема, ты ее решаешь, а когда у тебя какая-то хоть минимальная проблема, хоть просто поговорить хочется с кем-то, так эта подруга сразу перестает таковой быть. В общем, у меня тут снова подставка под пробковую, пробковая под чашку должна быть. Мы ее там, надеюсь, найдем. Сливки косметические для снятия макияжа я заказала 170 миллилитров, 216 рублей. Мне они очень нравились раньше, когда я у них заказывала. Ну, как бы просто про запас, чтобы, как вот у меня тут был момент, что мицеллярная ваза закончилась, а ее как бы надо. Хоть я и не молю я себе особо лицо, только вот губы, там, блеска или бальзам, да, но, как бы, я решила, что пусть она будет про запас, когда одно закончится, чтобы было уже вот на смену другое. Шампунь для волос от перхоти, листная вишня и репейник. У меня, как бы, перхоти нету, но мне тупо нравится этот шампунь. Он мне даже больше нравится, чем у них вот шампунь, допустим, для просто для жирных волос. Вон тут 260 рублей у нас идет. Молочко для снятия макияжа, масло зародышей, пшеницы и ромашка, 300 миллилитров. Я ни разу сама его никогда не пользовала. Я всегда, когда заказывала, у меня потом оно в итоге уходило кому-нибудь в подарок. Тоник, матирующий для лица 100 миллилитров, он у нас идет 51 рубль. Я так удивилась, а у них этот тоник, ну, в принципе, он был 300 миллилитров, и сколько-то там, 100 с чем-то стоил раньше. А этот 50, а эти 100 миллилитров, они всегда шли в подарок в каком-нибудь наборе. И тут внезапно вот они стали делать вот не только в подарок наборе, но и можно купить меньший вариант. В принципе, он выходит, по идее, дешевле. Вот, допустим, сколько это там, 184, кажется, 300 миллилитров, а тут 153 получается. Если покупать 3 тоника по 100 миллилитров, и как бы ваша экономия, да? Шампунь пивной для всех типов волос, 400 миллилитров, Денис Азарнин, шампунь пивной для всех типов волос, скобочка, то же самое. Ну, в общем, серия у них такая, Денис Азарнин, и он по скидке был, и сам-то по себе он не особо дорогой. 67 рублей он стоил сам по себе, вот шел по скидке, там какие-то акции очередные, 30% цены на определенные продукты раз в неделю. Мицеллярная вода для снятия макияжа 300 миллилитров, Денис Азарнин, 90 рублей 27 копеек. У них еще одна есть мицеллярная вода, 150, кажется, миллилитров, или как-то так, стоит она раза в 2 или в 3 подороже, или 150 рублей она стоит, и там 100 миллилитров. Гриннова серия, тоже гринмамовская, но я вот что-то забыла, что их, оказывается, 2 разных, и это вот недавно, типа, как новинка, оно чисто для меня, потому что я туда раз в год, наверное, или раз в полгода захожу на этот сайт, исключительно чисто посмотреть, что у них там вдруг случилось. Так, вообще, методом тыка. И я совершенно забыла, что еще та вода была, и ту воду, помню, я хотела заказать, подарить, как бы, своей уже бывшей подружке одной, но не сложилось, и я не заказала, и мы уже не общаемся с ее инициативой. И тут скраб для сухой нормальной кожи, олива и абрикос с витаминами С, Б, П, 75 миллилитров, 142 рубля. В общем, вот у меня тут такая накладная. Ну, вот наша мицеллярка, которую я первую достала. У меня будет личный свободный пакетик теперь. Вот за что люблю Глинмаму, они хорошо упаковывают. У них крайне редко, за все мое пользование их косметикой, вот как я у них что-то заказывала по почте, да, чтобы что-то проливалось. Вот у нас Денис Азарнин, вода для снятия макияжа, мейкап, мицеллярная. Сделана у нас в июле 2018 года, и срок у нее 2 года. После вскрытия 6 месяцев, поэтому вскрывать ее сейчас не буду, потому что не факт, что я вот ее делаю в ближайшие 6 месяцев, учитывая, что вот такие флакончики, у них вот тоники были такие, но у них как бы есть такие тоники. Еще из старой такой коллекции, еще в 2011 году они уже были. 300 мл, мне такого тоника, помню, хватало на 4-5 месяцев. Так что пока у меня есть мицеллярка, ну как бы она тоник, не сколько мицеллярка, но все равно типа мицеллярки. Еще мицеллярка чистая линия, тоже вскрытая, сколько-то месяцев после вскрытия она живет. Есть тоника от Эльфы, от Алены с Украины, то я пока его просто не буду открывать, просто покажу вам вот мицеллярная вода для снятия макияжа. Состав вода, глицерин, ну как бы тут, я не знаю, что конкретно составляет мицеллярную воду. Тут у нас в середине есть алоэ джуз. По отзывам она была как бы хорошая. Тут выгравирована Гринмама. Сейчас я гляну так, чтобы это может вблизи, вот так для тех, кто особо не видит и смотрит меня с телефона, потому что мне иногда вот пишут комменты или личку, или вообще где-нибудь, что я как бы далеко слишком сижу, хотя вот сейчас я постараюсь более-менее близко сесть. Даже приблизила себя. В общем, вот вода. Что у нас тут следующее? Следующее у нас тут как раз тот тоник, который 51 рубль сейчас стоит и 100 мл в нем. В принципе, мне этот тоник нравился. Я сначала накидала в корзину некоторых вещей, которые мне вроде как бы и надо. Ну, как бы если бы я общалась еще с той девочкой из Ярославля, я бы, может, ей это задарила. Но так как я с ней не общаюсь по ее инициативе, и как бы особо у меня сейчас нет никого в окружении, кто вот чисто вот так вот надо много-много-много. Допустим, у меня есть подруга, которая стабильна, у меня там мы с ней, когда день рождения, Новый год 8 марта, я спрашиваю, что она хочет, и стабильно там или гель для душа, или шампунь. Есть еще одна знакомая, но ей как бы вообще вот она, не знаю, чем она пользуется. Кроме жидкого мыла, я помню, как-то подарила жидкое мыло и фрашевское года три назад. Она уверяет, что до сих пор у нее еще живое, что она на него молится, что ли. Ну, и еще одна подруга, но она как бы заранее вот там говорит, что ей конкретно надо. Так что некоторые вещи, может быть, действительно, так получится, что и подарю. Вдруг случайно будет надо как раз вот именно что-то такое. Тут у нас уже написано, что вот оно в феврале 2018 года создано и до марта 2020 года. Раньше у них был, по-моему, сроки были 18 месяцев, максимум 3 года, как-то так вот, я чуть не помню как-то. По-моему, все-таки около 3 лет у них сроки были. Кстати, ГОСТа я не посмотрела. Но ГОСТ у нас тут новый, поэтому, вот, кстати, странно, ГОСТ 2012 года, хотя в 2012 году вот этой мицеллярки еще не было. Вот это тоже чуть позже появилось, но ГОСТ тоже 2012 года. 100 мл 4 месяца после вскрытия. Егорьевск, ГМ Продуксион. И тут у нас ГМ Продуксион. Раньше была тупа Гринмама. Но все-таки у них сменилось руководство в очередной раз. Ну и тут, в принципе, у них состав более-менее меняемый. Хоть я помню, общалась я с одним блогером, она, по-моему, прикрыла дважды свой канал. И она, ощущение было, что ей поплатили плохие отзывы, потому что она в пух и в прах разносила то, что вот сначала как бы ей нравилось, а потом получилось так, что у нас с ней был обмен. И она сначала говорила, да-да, хорошо, а потом вот все-все супер плохо. Именно вот из этой серии у них есть набор такой очень хороший. Ну, я им раньше пользовалась, благо сейчас мне такое уже не надо. Для волос с сечеными кончиками. И там вот как раз в наборе похожий тоник идет. У нас монтирующий тоник для лица, от расширенных пор и черных точек. У меня от черных точек никогда не было. Расширенные поры иногда, конечно, бывают, но чисто жирные. Но он мне тупо нравился сам по себе. И может быть, даже я его себе оставлю и сама заюзаю. Вот. Второй пакетик. Третий пакетик. Сейчас интересно будет, там гост изменится или нет. Даже флакончик и крышечка этот дозатор не изменились. А Гринмама, формула Таги, молочко для снятия макияжа, масло зародышей, пшеница и ромашка. Арома и энергия 300 миллилитров. Тоже 12-го года гост. Но этот у нас интересно сделан. Он у нас, видимо, стоял, никто не брал. Он у нас сделан в январе 2017-го года уже и до февраля 2019-го. То бишь, в принципе, у него 2 года срок годности. Но вот сейчас у нас октябрь. Я, допустим, заказывала в сентябре. Это он получается больше, практически 2 года он у них стоял. 18-19. То бишь, мне до февраля следующего года его, хошь-не хошь, надо использовать. Если, допустим, я решила это кому-то в подарок подарить. Это смотрите. Сейчас у нас 18-й год. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. 4 месяца. После вскрытия 6 месяцев. Тут при всем желании это не успеешь запользовать. А дарить это будет каким-то дурным тоном. В общем, причем скидки на него как бы не было. Я не имею в виду те скидки, которые у меня бонусы шли. Вот в этом минус гринмамы. Иногда, вот я помню, у них всегда так было. Иногда бывало, ну, 12-й год еще ладно, вот, гост. Хорошо, не изменился в этом плане. Может, там, 2015-й мог бы быть год. Вот, иногда у них бывали какие-нибудь акции, типа, распродажа какой-нибудь там косметики. То есть, все. И ты его покупаешь или что-то, они могли дать в подарок просроченную вещь на 2 года. У них одно время была косметика декоративная, на которую я, конечно, уже не попала. Там были какие-то остатки в 2011 году. И когда написали на форуме, почему вы вкладываете в подарок своим покупателям, пользователям, да, вещи, которые уже просрочены, они говорят, ничего страшного, у них там с запасом, с запасом, типа, подумаешь, это не еда. И, в общем, такое по... Не знаю, как объяснить отношение к клиенту, но и вот то, что у него тут... Ладно, октябрь, а я в декабре, а я в февраль. Я 5 месяцев, в лучшем случае, да, вот, с натягом. Это, конечно, вообще блеск, в кавычках. Вот. То бишь, мне надо будет как-то посмотреть, что лучше быстрее заюзать и пользоваться этим молочком, которое я давно хотела именно для себя заказать, а не в подарок кому-то. Тут у нас не запакетировано. Гриннова. Витаминная косметика скраб для сухой и нормальной кожи. Олива и абрикос. Витамины В, В и С. 75 мл. Тюбичек ощущения, будто он где-то долго валялся. Немножко какой-то слегка грязноватенький. Он у нас до июля 19-го года. Срок годности, дата изготовления 2 года. Дата изготовления и... Так, что-то я не догнала. У нас сейчас 18-й год идет. Здесь у нас написано до июля... До июля 19-го года. А создан он у нас в сентябре 18-го. Окей. Может, это у нас, конечно, номер партии. Бонн надеется, что он действительно создан в сентябре 18-го года. И у него срок годности 2 года. И после вскрытия он 6 месяцев живет. В принципе, у меня сейчас как бы скрабик ифрашевский. Подошел к концу давно. У меня там есть и скрабик японский подошел к концу. Я думаю, его, в принципе, может быть, даже с сегодняшнего вечера или с завтрашнего утра буду использовать. Ну и в пустых баночках, конечно, расскажу свое мнение. Скраб его глубоко очищает, прекрасно освежает, выравнивает тон кожи, стимулирует процесс обновления эпидермиса, дарит ощущение нежности, комфортно. Кожа приобретает однородный привлекательный оттенок. Ну, вначале у нас, конечно, вода. Что-то помеченное звездочкой с уверением, что это натуральное. Ну, и рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю. Он у нас тут. Его не вскроешь. Он не зафольгированный, но он пластиком вот так вот заделанный. И вы будете первооткрывателем. Сейчас попробую как-то вот приблизить это. Я надеюсь, там видно вот эта вот штука у пальца как раз. Это вот открывается так и уже достается. Что-то подобное мне, по-моему, в Фаберлике как-то моя бывшая подруга дарила. Там так же примерно закрывалось. И вот тут у нас в таких же флаконах, как обычно, вот у них были эта формула, такие шампунин, которые все еще, на мою счастье, они производят. Это у нас очередной пакетик. Ну и да, они, конечно, написали мне на мыло, что заказ отправлен. Через два дня только он до почты дошел, пешком, наверное, шел. И стопудово от Егоревска он шел пешком до Люберс, чтобы отправиться уже с почты, потому что потом мне пришла смска, что заказ только еще получила почту, чтобы отправить ко мне. Денис Азарнин, шампунь пивной для всех типов волос. Экстракт дрожжей. Дожжей чуть было не сказала. Ну и да, тут у нас, как бы, может быть, где-то это и есть экстракт дрожжей. Как бы, кто-нибудь бы сказал, что это тупо химия. Совсем совершеннейшая химия. Экстракт дрожжей я тут не наблюдаю, если честно. Хотя вот из экстракт, может быть, тот самый экстракт. Тут нет звездочки, что это продукт натурального происхождения, как у них обычно было. Ну и считается, что Денис Азарнин, это как бы бюджетная серия внутри Гринмамы. Сделан он у нас в июне 2016 года, после вскрытия 16 месяцев. 2012 год, хотя это появилось намного позже, тоже 3О ГМ Продуксион и 3W.гринмама.ру А, вот срок годности 2 года. Вот. У меня, в принципе, сейчас пока есть шампунь, даже 2 шампуня. Один, который мне подарили, другой, который я покупала. Ну, как бы чисто вот попробовать, потому что отзывы на него, по-моему, были хорошие. Я думаю, ну, в принципе, за 67 рублей. В крайнем случае можно пустить пену для ванны или вымыть посуду. При этом, так как я заказывала сама себе, то никто не будет обижаться, что я шампунем помыла посуду или типа того. Ну, кстати, учитывая, что тот шампунь у меня 12 месяцев после вскрытия один, а другой, я думаю, может быть, там... Как бы чем длиннее волосы, тем менее он экономичен. Может быть, даже в этом месяце в пустых баночках будет. Вот, так как у нас тут 6 месяцев после вскрытия. Я помню, мне такого флакона, вот, вишенки хватало, по-моему, на месяц-полтора. Как бы приятным таким вот, ну, не знаю, как сказать. Тут какой-то парфюм у нас в самом конце. Такой обычный, как бы... Вот, знаете, «Ласковая мама» шампунь такой был для детей. Вот, похож по аромату. Тут у нас еще один пакетик. Это моя любимая вишенка. Конечно, то, что они пишут, что мы супернатуральные на 99, это типа того косметика, это ложь, вранье и провокация. Не будем уж материться в суе. Я и людей во флудилке у себя привезываю, не материться. И не всегда, правда, результативно. Точно так же, как и у Фраши, там тоже есть своя химия. И в том же, вот, правда, он более сетевой такой, масс-маркет, да, маленький марсельезец, который тоже на упаковке уверяет, что у него там практически 99% растительного происхождения, и все-таки такое натуральное. В мае этого года создан 2 года жизни, 6 месяцев после вскрытия, 2012-го, ГОСТ, ГМПРОДУКСИОН, бла-бла-бла. Ну, уже хотя бы не пишут, что частично сделано во Франции, как будто года 3 назад еще было, писалось. Шампунь. В принципе, мне кажется, тут состав не изменился, хотя у меня нет флакончика, допустим, для сравнения старого. Но, может быть, тут все-таки было 2 вишенки, не одна. Надо глянуть вообще на сайтах, может, я где-то когда-то писала отзывы, или просто где-то есть фотографии у меня, или в сети, надо глянуть, как у них упаковка раньше была, 2 вишенки была, или одна. Открывать не буду, потому что я как бы его про запас просто покупала, но он мне очень нравится. В принципе, я его советую. Что тут у нас? А у нас тут сливки. Green Mama, Formula T'Agi, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень и дуванчика. И сколько я помню, вот оно и людям нравилось, и мне нравилось. Тут флакончики, видимо, еще сделанные, когда была это частично Франция, хотя уже на тот момент, в 2011 году, они практически уже не были во Франции, продавались исключительно тут. Тут у нас просто наклейкой идет информация о сроке годности, годен, до и номер партии, указанный на запайке швал. Раньше, видимо, печатали просто на таких флакончиках. И, в общем, у нас до мая 2020 года у него срок годности. В принципе, нормально. Я их тоже пока открывать не буду, но, в принципе, да, вот раньше у них можно было открутить эту штуку, и она была зафольгирована. А теперь у нас эту штуку, а нет, открутишь. Да, вот она зафольгирована, действительно, но открывать я пока не буду. Хорошо, что она зафольгирована. Хоть что-то у них осталось немножко прежнего. И довольно тугой вот крышечка. Можно вот так поставить, и оно будет стоять. Я себе заказала еще... Я его заказывала вообще. Так, скраб для сухой кожи, мицеллярная вода, шампунь, так, что у нас тут раз? Восемь штук. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Не знаю, к чему, но мне это пришло в подарок. Потому что вот это вот то, что идет в подарок за заказ. Если заказ на тысячу набрали, вот она. Гринмама, малиной по праву можно называть, природной ягодой, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот один в один, как она тогда была. Они потом у них одно время шли, как можно было купить. Не знаю, кто их покупал. Такую можно получить в подарок. В принципе, нормальный такой презент. Тут у нас внизу всякие пакеты. Я думаю, ими можно пошуршать в СМР. Я тут планировала записать вчера, но у меня не сложилось. По времени. И внезапно еще какая-то бумажка. Бумажка-букашка. Купон Гламур. Лакодом. При покупке на сумму от 2000 рублей. И использованием этого купона вы получаете в подарок лак американского бренда NCLA. Эффект и безупречность в нанесении. Ну, еще использование купона еще одного. Вы получаете в подарок авторские вводные наклейки слайдеры для ногтей, покорившие сердца тысяч девушек. Что за сайт-то хоть? А, лакодом, видимо. Ну, спасибо за купон. Я, правда, не уверена, что я буду что-то такое заказывать. Может быть, просто скину людям в охлудилку. Вдруг кому-нибудь что-то надо. И, в общем, видимо, вот это идет мне в подарок. Раньше он мне очень нравился. В принципе, хочу сказать, что и сейчас он мне нравится. И одно время, помню, можно было выбирать подарки когда-то у них. И я иногда, вот если он бывал в подарках, я частично выбирала, чаще всего выбирала его. Нежный перень для очень чувствительной кожи. Малина и овсяная мука. Формула Таги. Можно ли это считать подарком, запоздавшим подарком на день рождения? Потому что, когда у них стал сайт как бы обновленным, то подарки на день рождения юзерам, которые больше года с ними общаются, они пропали. Так, нанести на влажную кожу, массировать в течение одной минуты. Затем ополоснуть теплой водой. Слушайте, я приятно удивлена. Спасибо, Гринмама. Правда, надо на сроки грянуть. Оно у нас августа 2017 года. Срок годности 24 месяца. 2018 года, 2019 года. Ну, в принципе, я его успею делать. Внезапный такой подарок. Потому что, как бы я думала его заказать, но что-то в итоге я решила попробовать новенький. Я его точно не заказывала. Скраб для сухой, нормальной кожи, мицеллярка, шампунь пивной, тоник матирующий, молочко для снятия этого самого. Может быть, это компенсация за то, что молочко через 5 месяцев кинет. Шампунь, лесная овечня, косметические сливки и поставка. Да, нет у меня этого самого. Даже в подарках не учитано. Ну, спасибо, Гринмама. Ну и сюда перетащу их обратно. Вам за то, что посмотрели до конца. Всем пока!